МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе УКЗВ ПУЦ. Бог смотрит на семью, как на единое целое. А ваша семья благословенна Господом, даже если в ней только один ее член является верующим. Бог заключает завет семьей. Когда один из членов семьи приходит к Господу Иисусу Христу, Бог сверхъестественным образом благословляет всю семью, всех без исключения. Ведь семья ценна. Сегодня в программе с доктором Юсефом. Первое послание Коринфянам, седьмая глава, с восьмого стиха. Мы находимся в середине серии здоровый образ жизни в больном мире. Мы видим, как сильно коринфская культура и коринфская церковь отражают нашу культуру и церковь 21 века. Но этот отрывок из Писания, вероятно, один из самых богатых полезной информации о браке, о холостой жизни и о спасении членов семьи. Каков можно подвести итог? Я буду ссылаться на него снова и снова. Вывод в том, что является самой сутью этого отрывка. Апостол Павел говорит, что ни брак, ни целомудрие не превосходит один другого. Ни то, ни другое не уступает друг другу. И именно поэтому апостол здесь делает вызов каждому из нас и тем, кто в браке и холостым. Он призывает нас научиться быть довольными во Христе, быть довольными тем, куда Христос нас поместил. Это принцип, из которого вытекают все остальные принципы. Посмотрите на стихи 12 и 14. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. Почему он это говорит? Потому что он знает из Писания, что Бог любит семьи. И ему нравится иметь дело с семьями. И когда неверующий супруг желает жить и принимать и уважать верующую супругу, Бог для этого неверующего супруга имеет свое особое благословение. Разумеется, мы живем в реальности и должны понимать, что иногда для выполнения этого плана требуется время. Это может занять намного больше времени, чем вам бы хотелось. Временами это может расстраивать вас и временами усложнять вашу жизнь. Иногда это может вызывать у вас сожаление, что вы не вышли замуж за верующего, но не отчаивайтесь. У Бога есть благословение. Для вас и для вашего неверующего супруга. Если он любит вас и доволен тем, что остается с вами. 14 стих — это очень важный, это ключевой стих. Это поистине стих, который приносит нам утешение. Этот стих утешает всех родителей, которые страдают из-за своих неверующих детей или неверующего супруга. Павел делает самое удивительное заявление. «Иначе дети ваши были бы нечисты». Что это еще означает? А я вам объясню. Бог смотрит на семью как на одно целое. Несмотря на то, что члены семьи могут быть разделены духовно, вся семья благословлена Богом. Даже если это только один член семьи, который является верующим, Бог заключает заветы с семьями. И в своем суверенном домостроительстве, в своем суверенном плане, в своем суверенном знании, когда один член семьи приводится в Царство Божие, приводится к Господу Иисусу Христу, Бог своим уникальным образом имеет благословение для всей семьи. Бог благословил фараона из-за Иосифа. Вы помните, как Авраам ходатайствовал за Содом и Гоморру. Авраам торговался с Богом, так как он долго не общался со своим эгоистичным племянником Лотом и не знал, сколько на самом деле было верующих людей в доме Лота. Итак, Авраам подходит к своему другу Богу и говорит, «Господь, если в Содоме есть 50 праведников, пощадишь ли ты этот город?» И Бог сказал, «Да». А затем он сказал, «А если 40, Господь мой?» Он ответил, «Да». А если 30, все еще торгуясь, спросил Авраам, «А если 20?» Авраам не совсем уверен, сколько в доме Лота тех, кто считается праведниками. Поэтому он дошел до 10 и сказал, «Если их 10, пощадишь ли ты город?» И Бог сказал, «Пощажу». Но, увы, в Содоме и Гаморе не нашлось 10 праведников. Из праведных был только Лот, его жена и дочери. А Бог был готов пощадить этот злой, нечестивый народ Содома и Гаморы, если бы там было 10 праведников. И суть в следующем. Послушайте, друзья. Бог благословит, Бог явит свою милость неверующему супругу или супруге, желающим жить со своим верующим супругом или супругой. Ну, а сейчас я хочу сказать пару слов тем супругам, кто еще не уверовал. Вы можете быть неверующим супругом, и вы видите, что ваша супруга или супруг ведет благочестивую жизнь и молится за вас. Вы не особо торопитесь идти ко Христу, но ваша верующая жена или муж молятся о вас. Услышьте меня сейчас. У Бога есть для вас благословение, благодаря вашей верующей жене или вашему верующему мужу. Бог, церпелив к вам, благодаря вашим верующим членам семьи. Бог широко распахивает руки, чтобы приветствовать вас, благодаря вашему верующему супругу или супруге. Не отвергайте этот главный секрет радости жизни. То же самое и с неверующими детьми. Посмотрим на 15-16 стихи. Но если неверующий решает оставить свою верующую супругу, тогда верующий супруг не должен ни в коем случае чувствовать себя виновным в этом. С этого момента верующий супруг больше не связан узами брака. Брачные узы могут быть разорваны двумя способами. Если супруг умер, или если неверующий супруг решит оставить верующего супруга, остерегайтесь неправильного учения. Не слушайте советов законников. Особенно не слушайте советов, когда дело касается важных вопросов жизни. Потому что обекрайности, законничество и распущенность под видом благодати чужды библейскому учению. Посмотрим 18-й, 19-й и 20-й стихи. Нужно понимать это в контексте города Коринф и Коринфской церкви. Независимо от совета, который могут дать вам люди, независимо от совета, который могут дать вам ваши друзья, независимо от того, какими хорошими друзьями они не были бы. Приходите к Богу в молитве. Склоняйте колени перед Богом, чтобы вам различить волю Божью. Пребывайте в Божьем Слове. Позвольте Богу, а не друзьям, вести вас, какими бы хорошими ни были ваши друзья. Послушайте, не начинайте с того, чтобы слушать людей. Нужно, во-первых, прислушаться к мнению Бога. Преклоняйте перед Ним колени, пока вы не услышите Его. Открывайте Слово Божие, читайте Слово Божие, когда речь идет о важных вопросах. А позже вы обязательно услышите подтверждение от Божьих людей. Я верю в то, что святые обязательно подтвердят вам то, что вы услышали от Бога. Но если вы решите получить совет от людей, прежде чем идти к Господу и всем сердцем искать Его для вашей особой ситуации, для вашей личной жизни или вашего личного хождения, то это может вызвать сильную изжогу. Друзья, это прекрасно. Друзья могут быть настоящим подарком от Бога, но когда дело доходит до важных жизненных вопросов, когда речь идет о важных решениях вашей жизни, вам нужно прислушиваться только к голосу Святого Духа. Хорошие и благочестивые друзья могут подтвердить то, что Бог положил вам на сердце, но вы должны взять ответственность на себя. Это ваша ответственность, это моя ответственность, и вам нужно побыть наедине с Богом. Вам нужно заглушить все остальные шумы и слушать только Его. Основная идея в Первом Послании к Оринфинам заключается в следующем. Вы должны быть довольны тем, где вы находитесь, тем, куда Бог поместил вас. Вы должны быть довольны тем, к чему Бог призвал вас. Вы должны быть счастливы, распознавая и следуя воли Бога для вас. И то, что является Божьей волей для меня, не обязательно является Божьей волей для вас. Бог хочет говорить с вами лично. Бог не занимается оптовой торговлей. Он работает индивидуально с каждым из нас, с каждым лично. Он знает вас лично. Он создал вас уникальной личностью. Дело в том, что во времена апостола Павла были евреи, которые стыдились того, что они евреи, и не хотели, чтобы их отождествляли с народом Божьим. Они действовали и вели себя так, как неевреи. Настолько, что некоторые из них прошли через очень болезненную хирургическую процедуру, чтобы стать необрезанными после того, как им сделали обрезание в детстве. Вот как сильно они хотели быть с кем-то другим. А также были иудейские лжеучителя. Они вторгались в церкви, в Галатии, например, и говорили христианам, «Вы должны сначала стать евреем, прежде чем стать христианином». А это ложь. И здесь великий апостол Павел, разочарованный происходящим, говорит, «Остановитесь! Не позволяйте внешним обстоятельствам доминировать. над вашим мышлением. Не позволяйте внешним силам влиять на вашу жизнь. Не позволяйте давлению сверстников формировать вашу мораль. Не позволяйте массовой культуре втиснуть вас в свой шаблон. Не позволяйте звездам телевидения и кино быть вашим образцом для подражания. Молодые люди, услышьте меня. Не позволяйте лжеучителям, которые не проповедуют Слово Божие, влиять на ваше мышление. Не позволяйте недовольству друзей отражаться на вас. Не позволяйте тем, кто недоволен своим браком, подталкивать вас к разрыву брака. Не позволяйте женатым говорить холостым, что те не будут счастливы, если не женятся. Будьте довольны тем, куда Бог поместил вас. В этом секрет благословения. Бог благословит вас. Если вы слушаете Его и повинуетесь Ему, Он дарует вам в жизни полноту. Он ответит на ваши молитвы. Он сделает вас успешными. По мере того, как вы доверяете Ему и слушаете Его. В 25 стихе апостол дает свой личный совет. Не от Господа, а от себя лично. Если кто-то попросит Его совета, если кто-то скажет, «Апостол Божий, посоветуй мне, ну что мне делать?» Думаю, он задаст вам такой вопрос. «А вы довольны своей холостяцкой жизнью?» И вы скажете, «Да». И он ответит, «Отлично! Позвольте назвать вам три причины, почему вы должны оставаться там, где вы есть, и не поддаваться искушению и давлению культуры или давлению людей». Не забывайте, что это Первый век. Всегда помещайте Священное Писание в исторический контекст. Учитывайте, кто были первые читатели, кому именно обращается апостол. Когда люди брали отрывок из Писания и вырывали его из контекста, это на протяжении многих лет вызывало множество ересей. Учитесь из Писания, возрастайте в нем, будьте послушны Слову, но всегда задавайте вопрос, а кто были первоначальные читатели, что им говорит автор? Итак, Павел здесь приводит три причины, почему именно в те времена, и я повторю, чтобы вы поняли, почему в те времена он говорил, что холостые должны быть довольны, оставаясь холостыми. Седьмая глава, с 25 по 28 стих показывают первую причину, и он говорит, «По настоящей нужде, за лучшее признаю». Вы должны понимать, что в то время гонения набирали небывалые обороты. Через несколько лет после написания этого послания Нерон покрыл христиан воском и позволил им гореть в своем саду, чтобы осветить свои садовые вечеринки. Верующих засовывали в шкуры животных и бросали на съедение диким собакам и голодным львам. И поэтому личный совет Павла холостым людям того времени обусловлен как раз с гонением. Преследования и так достаточно сложны для человека, но когда дело касается супруга или супруги и детей, боль умножается во много крат. Если у вас есть дар безбрачия, дорожите им, цените его. Используйте его с умом. С умом используйте свои ресурсы, с умом используйте свое время. Но Павел здесь имеет в виду не только это. Он говорит, что, учитывая нашу человеческую природу, какие бы проблемы у вас ни были, или с какими бы проблемами вы ни сталкивались, в браке эти проблемы умножаются. Павел был достаточно реалистичен и сказал, что хотя брак решает некоторые проблемы, он может создать гораздо больше проблем. «Послушайте, если вы попытаетесь без силы Духа Святого, без благодати Божией и без присутствия Бога в доме соединить мужчину и женщину, чтобы они стали одним целым, то с таким же успехом вы могли бы попытаться засунуть в носок осьминога. Подумайте об этом, пожалуйста. Вот задумайтесь. Две разные личности живут вместе. У них разные симпатии и антипатии. Они по-разному проявляют эмоции. У них два разных характера, два разных темперамента. Две разные воли. А еще, если добавить в семью детей, то единство дастся совсем непросто. Вторая причина, почему Павел говорит холостым оставаться холостыми, если у них есть дар быть холостыми, потому что время коротко. Время коротко. В стихах с 29 по 34 делается акцент на том, что этот мир проходит. Мир и все, что в нем проходит. Хотя Бог учредил гетеросексуальный брак, хотя Бог благословляет гетеросексуальный брак, и все же брак не вечен. Иисус сказал в Евангелии от Матфея, 22 главе 30 стихе. «В воскресенье не женятся, не выходят замуж. Мы будем пребывать, как ангелы Божии на небесах». Знаете, когда люди говорят мне, «О, это брак заключенный на небесах». У меня всегда, всегда один ответ. Я его никогда не менял. Я всегда отвечаю одной и той же фразой. «Да, как и гром, и молния». Несмотря на то, что мы используем фразу «брак заключенный на небесах», на небесах брака не будет. Брак предназначен только для этого мира. Павел говорит, что независимо от вашего семейного положения, нужно ставить Бога на первое место. Поставьте Бога в центр своей жизни. «Поставьте Бога и Его волю на их законное место». А почему? Потому что Павел знал, что даже если человек останется холостым, это вовсе не гарантия того, что этот человек посвятит свое время, свою энергию и свою жизнь Христу. Холостые люди могут быть эгоистичными, самовлюбленными и сконцентрированными на себе. Итак, наша задача, в каком бы семейном положении мы ни находились, поставить Бога на первое место. Итак, здесь он объединяет вместе холостых и семейных и говорит, что, поскольку время коротко, не стоит жить в печали. Не позволяйте печали съедать вас изнутри. Не позволяйте счастью быть вашей высшей целью. Не позволяйте печали поглотить вас. Не позволяйте своему имуществу владеть вами. Не позволяйте своим потребностям быть в центре вашего внимания. И, наконец, в-третьих, он сказал, что отцы не несут ответственности за браки своих детей. На этом я хочу остановиться поподробнее, потому что без понимания контекста это не имеет смысла. В коринской культуре было много вещей, с которыми разбирается Павел, и это не обязательно то, о чем он учат другие церкви. Вы должны понимать определенные культурные вещи в рамках данной культуры, чтобы вы могли решить, применять это к себе или нет. В то время отцы принимали окончательное решение, за кого им выдавать замуж своих дочерей. Некоторые отцы-христиане в Коринфе особенно чувствовали, что в свете безудержной безнравственности им следует посвятить своих маленьких девочек, чтобы они никогда не выходили замуж. Они давали Богу обет, что оставят своих новорожденных девочек девами на всю жизнь, но когда их дочери вырастали, им не нравилось, что отец принял решение за них. Девушки хотели выйти замуж. Что произошло? Отцы-христиане чувствовали себя виноватыми из-за обетов, которые они давали Господу, когда их дочери вышли замуж, и Павел говорит отцам, что они ни в коей мере не должны чувствовать своей вины. Они никоим образом не должны чувствовать себя виноватыми. Молодые дочери могут свободно выходить замуж и принимать собственные решения, став взрослыми, независимо от того, что делали или говорили от их имени их отцы, когда те были маленькими. Я надеюсь, этот отрывок стал для вас более понятным. Вот почему мне нужно было объяснить вам контекст. И заканчивая эту проповедь, я хочу напомнить вам мысль, с которой я и начал. Я подчеркивал эту мысль на протяжении всей проповеди. Она заключается в том, что мы должны научиться быть довольными, где бы мы ни были. Вы должны научиться любить Бога и Его Царство, куда бы Он вас ни поместил. Вы должны научиться ставить Бога и Его Царство на первое место. Потому что если вы сделаете это, Бог сделает вас победителем. Он поможет вам все преодолеть. Он благословит вас больше, чем вы ожидаете и чем вы представляете. вы обретете благословения, о которых даже не могли мечтать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok